Всем привет, меня зовут Ярослав, вы смотрите PowerTension.net и сегодня мы говорим про Lenovo, Lenovo VZ2 Pro. А если проще, это K920, недельное продолжение того, что делала Lenovo год назад, их первым, по сути, металлическом флагмане, K900, был он выпущен, если вы помните, на процессоре Intel. И хоть он смог пошуметь, какого-то конкретного действия, доброты он не принес в этот мир, лишь влаги, баги и телевизионный горячий корпус. Ну вот, Lenovo во второй раз вдруг исправилась, и то, что я сейчас держу в руках, это редкий случай того, когда я могу сказать, что Lenovo сделала хороший телефон. Давайте разберемся, почему. Ну, начнем с того, что Lenovo VZ2 Pro K920, это реально большой телефон. И это Fablet, по сути, у него дисплей практически 6 дюймов, по размерам это то же самое, что и Nexus 6, кстати. И для меня это был хороший опыт, потому что теперь я понимаю, что я смогу жить в такой диагональю. Константин, попрошу держать свои эмоции при себе. Вот, тем не менее, что здесь интересного? Он металлический, он металлический сзади, он, этот металл довольно маркий, такой себя алюминий, с достаточно интересной премировочкой, я не знаю. Внизу небольшие тоже пластиковые, вот эти вот пластик, и здесь металл, соответственно. Такие пластиковые заглушки, два болта здесь, и, собственно говоря, 4 болтика. Тут позволят целиком полностью без проблем разобрать. Далее, что интересно, у смартфона кнопка разблокировки находится с правой стороны, здесь находится дырка под сим-карты, их две. А у нас с левой стороны кричат коллегровки громкости, и это не единственная претензия, потому что она куда-то убежала, но должно быть здесь. Почему-то она находится очень высоко, и это не слишком и удобно, если собираетесь использовать некоторый, видимо, телефон на руке. То есть, придется перехватывать, что-то добраться. Но, в целом, это достаточно неплохо. Ну и задняя крышка. Может, кого-то может отбунт до сгоря, это может быть камера. Прямо после плава всех, можно сказать, болезнь какая-то началась. Камера не лазит с корпуса. Но, на самом деле, это неплохо. Я думаю, что телефон слишком пускал угли. Нормально. То есть, она не раздражает, а вот какая-то такая афишка. Сверху дырка под 3,5 миниджека. Внизу дырочка под microUSB. Динамик под микрофон. При этом, здесь немного, что не понравилось, не начало делиться. Не коричневый дырка для задевания пыли, а сделали динамик только там, где он на самом деле есть. Не, как некоторые делали ранее. То есть, все в дырке. По весу, не легкий, не тяжелый. Нормальный. То есть, руки он не тяжелит, все окей. На передней панели у нас есть три клавиши для управления телефоном. Они подсвечиваются так, когда это нужно. То есть, тут, тут и тут, запрессивно. В дню, домой и назад. Ну, а сверху камера, которая на вас смотрит и разговорный динамик. Дисплей очень большой. Он занимает отличную всю видимую часть того, что у нас происходит на экране. При этом, хочу обратить ваше внимание, что он хороший. То есть, все обзоры соблюдены вот как надо. И здесь вообще никаких проблем нет. И, наверное, спросите, МК. Почему вдруг мы на нашем канале, где всю жизнь пропагандировали Android с голой оболочкой, и, как это второй подписчик имеет по Nexus, мы говорим про Lenovo RZ, у которого, как вы видите, далеко болом Android не пахнет. Здесь действительно полетельная оболочка, которая лично меня раздражает даже не тем, как она работает, а тем, что она безумно похожа на iPhone. Меня чуть-чуть это бесит, потому что, ну, это довольно нелепо смотрится. Ну, вот в чем фокус. Дело в том, что Lenovo в этой ситуации поступило очень интересным образом. Я вообще не буду говорить о том, что здесь среди сайтерных фишек есть, потому что, когда ты узнаешь, какая здесь главная фишка, что ты забываешь про старую оболочку. Если перейти в настройки и включить режим разработчика через пункт на телефоне, действительно является очень интересный момент для переключения системного интерфейса. И можно вот одну кнопку, по сути, сделать с отвратительного Lenovo интерфейса и действительно неплохого телефона. Такой себе Nexus от Lenovo. Сейчас он переключится полностью в гугловый такой стиль, то есть он будет стоковый 4.4. Из неофициальных приложений, там лишь некоторые Lenovo, но, опять же, была до этого звонилка для телефона от Lenovo, которая купила так себе. Но при влечении в эту штуку появляется стоковая звонилка с Android. Сейчас там 4.4 и вот в этой оболочке телефон ведет себя не хуже, а некоторые статусы даже лучше. Единственная моя претензия к тому, что все-таки из очень большого разрешения 801 Snapdragon, здесь с такими новыми установленными, чуточку не хватает такой игрушки, как с Android. Но, опять же, если вы с Android не пользуетесь, вам все равно будет, потому что все установлено, он делает все нормально. Вот, пожалуйста, она встречает абсолютно голый адекватный Android 4.4. Причем Lenovo заявило, что она таки обновит его до Android 5.0. Пока что, правда, непонятно, когда, но обновить. Это важно. Вот, чтобы я вас убедил окончательно, 4.4.2. Вот, наш Теркат встречает абсолютно голый. И это не кастом, это действительно вот так вот аппарат выглядит с коробки. Он от 2.7 карты, опять же. И из-за света настроилась, если такая вот ум, как некоторое назначение безопасного режима. Это то, что нет в стоке. Наслова таки до конца запасная херма нужен, но, ну, есть. В принципе, мне не особо это интересовало. Вот. Ну, и что важно, что в отличие от токового Android, здесь есть такие вещи, как диктофон, например. То есть, почему-то Google за много-много лет до сих пор еще не подумал о диктофон. Еще, на что я обратил внимание, то, что не было до этого, что мимо Google Фото здесь есть обычная галерея, она осталась. Ну, и встроенные приложения, которые, к счастью, можно абсолютно все удалить. То есть, если, допустим, предыдущие смартфоны, которые мы, как говорится, докапывали, такие как Samsung, что-то в ядре с удалить нельзя, то здесь челленджи ООС можно удалить, как и Человека-паука и Asphalt 8. Вот эти были предустановленные приложения. И, в принципе, единственная проблема, которая меня раздражала во всем этом списке, это некая Google R и Games. Обе приложения абсолютно бесполезные. А вот предустановленные VML приятно удивил. К чему это все веду? Возможно, стоит другим производителям обратить внимание на то, что я сделала Lenovo, потому что, если бы, допустим, по каким-то причинам мой Nexus 5 сейчас разбился, а на шестой не хватало бы денег, то я бы купил этот. То есть, ну, серьезно. Отличный аппарат, хорошим ценником, справедливым, на мой взгляд, с хорошей батарейкой, телефон абсолютно без проблем живет сутки. Экраном у меня получалось максимум с ним выжимать и выжимать порядка пяти с половиной часов. Ну, это, как всегда, социалки, музыка, такого плана. Единственная вещь, которую я не нашел, как исправить. Возможно, это нужно сделать в обычных официальных прошивках. Мне показался довольно тихим звук из наушников. Ну, как он? Так поступим. Он нормально звучит, в нем есть бас, но он тише, чем у других. Если говорить про прямого конкурента, допустим, возьму там от лова на iPhone, потому что, ну, все iPhone звучали, ему нужно, как всегда, хорошо, то он тише где-то на процентов 15. И PowerRank у меня это не получилось поправить, вы увидите, что проблема лучше. Но это, опять же, проявилось только когда, когда я подключил к нему свои бицеприи. Только я взял обычные затычки, которые, блядь, где-то уже есть, звучат, они вполне себе достойные. Что в конце хочется сказать. 3 гига оперативки, если он память не изменяет, ну, и 320 Adreno купит отличную производительность. Кроме San Andreas есть большие подлагивания. Во всем основном телефон вот. И я на самом деле приятно был удивлен, потому что Lenovo сделала то, что сделала. Потому что если я не буду поддевать так и дальше, и собрать все последующие смартфоны с возможностью переключения оболочки, им надо памятник ставить. И я думаю, что остальным предметителям стоит поучиться. Как-то вот так. Особо мы больше затряться не будем на этом аппарате. Потому что в основном это просто golden droid с большим дисплеем. Единственный момент, не всем может понравиться, наличие вот таких вот клавиш. Потому что если бы, допустим, ну, возьмем его друг, да. Вот разблокировал я его. До телефона я дотягиваюсь. То есть вот до этих всех частей. А вот дотягиваться вот до контекстного меню уже, откровенно говоря, страшно. То есть на ходу я поэтому уже не стал делать. В общем-то, наверное, все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте это видео. И как вам вообще такой ключ развития? Две оболочки. Одна от грязителя, другая голой от двух. По-моему, круто. Всем пока. 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 Пашу. Субтитрыâн.